Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Всего два дня отделяют день рождения Канамата Баташева от дня его героической гибели. О герои и его подвиге. Мадина Каракетова. Канамат Баташев родился в ауле Нижняя Тиберда, был третьим ребенком в большой семье Хусея и Леуазы Баташевых. Среди сверстников его отличала любознательность, стремление учиться и завтра быть лучше, чем сегодня. Нередко поступал совсем по-взрослому. Все, кто знает Канамата Баташева, говорят также о его безудержной смелости. Он с самого детства не умел отступать перед опасностью. Да, я его знал, хорошо знал. Он в детстве тоже такой же был, порядочный, честный, безотказный. Всегда мог прийти на помощь. Даже про его смелость и отвагу можно двумя словами сказать. Он бурную реку горную, Тиберда, когда падка и период, она в уровень критический был уровень, переплывал туда и обратно, когда был еще школьником. Таких трюков было множество. Нет, это не было неким безумством смельчака. Это была подготовка к военной службе, тренировка тела и силы духа. Канамат с детства мечтал о службе в морском флоте и упорно шел к этой своей мечте со школьной скамьи. Когда он, закончив практически похвальный грамот с отличием школу, имея разряды по спорту, поехал поступать в мореходное училище, высшее военно-мореходное, Нахимовское. Это самое престижное в то время, в советское время было училище. И ему не хватило буквально нескольких баллов, чтобы пройти конкурс, потому что на одно место было 12 человек. Но он не сломался, не сдался. Он, когда я с ним разговаривал, он мне сказал так, я все равно поступлю, не сейчас, а через год. И поступив в мореходную школу годичную, готовили техников для гражданского флота. Закончив его с отличием, уже без конкурса поступил в высшее военное училище. В письме отцу Канамат Восторженный сообщил, что отныне он курсант Ейского высшего военного авиационного училища летчиков имени Комарова. А в ответном письме отец писал, что он может быть кем угодно, но он должен быть лучшим. Карьера Канамата Баташева была стремительной. Он дослужился до звания генерал-майора. Звание генерала, хоть и было заветным, но закрывало небо для Канамата Баташева. Он мог сесть за штурвал только по особому распоряжению. В 2012 году Канамат Баташев, нарушив устав, все же сел за штурвал на учениях в Карелии. Это стало его роковой ошибкой. Сушка разбилась. А Канамат был осужден на 4 года условно и на 5 миллионов, которые он исправно выплачивал государству, будучи уже на пенсии. Но в числе первых откликнулся на зов Родины, когда была объявлена специальная военная операция на Украине. Ему уже было 62 года, когда он снова сел за штурвал Су-25. Он успешно выполнял задачи по поражению назначенных целей, поставленные командованием. Своей дерзостью шокировал противника. Выезжая на задание, выполнив это задание, когда возвращался с задания, он между пятиэтажными домами вылетал по той простой причине, чтобы не попасть под обстрел под радаром. И много случаев таких у него было. Друзья его шутили даже. Канамат даже на красный свет светофора пролетит. Но вылет, совершенный 22 мая 2022 года, стал для генерала-майора Баташева последним. Он уже возвращался с задания, когда получил сигнал о помощи. Группа российских военных подпопасно и попала в окружение. Канамат Баташев не раздумывал, направляя свой штурмовик на неонацистов. Он знал о наличии ПВО и о возможных для себя последствиях. В интервью одному из федеральных изданий на вопрос корреспондента, что такое родина, Канамат Баташев ответил, что это то место, куда обязательно нужно вернуться. Он вернулся, но уже навсегда. Родина высоко оценила подвиг генерал-майора Канамата Баташева. Посмертно ему было присвоено звание Герой России. Своим поступком Канамат Баташев еще раз доказал свою безграничную преданность России. Мадина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня по всей республике прошли всероссийские учения. Дети под руководством педагогов отработали два сценария плана учебной эвакуации из школы при совершении теракта. Насколько соответствовал порядок действий при вооруженном нападении на объект в коррекционной школе Черкеска, расскажет Альбина Ламкова. Принято. Так, спокойно начинаем действовать по первому варианту алгоритма действий при нападении вооруженным. Коллеги, спокойно, работаем с детьми. Сразу после поступления сообщения директор коррекционной школы Ирина Борисова направилась на проверку выполнения заранее поставленных задач. Дети в школе особенные. Для их обучения и воспитания используют специальную методику работы. Помимо профессиональных навыков, педагоги должны иметь безграничное терпение. Тем более на повестке дня эмоциональная тема, связанная с вопросами антитеррористической защищенности. Это проверка. Мы проверяем, как вы подготовились. Чтобы дети не сильно переживали, учительница постоянно напоминала им, что это всего лишь проверка. Видите, вот ребенок у меня волнуется. Но пытаюсь рядом подсела, пытаюсь его успокоить. И в другой кабинет не так легко было попасть. Дверь закрыта не только на ключ, а на полностью забаррикадированном. Общими усилиями отодвинули шкаф. И мы аккуратно зашли в класс. Здесь дети тоже спрятались. Долго их не мучили. Отработав необходимые действия по вооруженному нападению, педагоги похвалили всех за внимательность. И еще раз напомнили, что это всего лишь тренировка. Это у нас учебная что? Учебная тревога. Это сигнал второй части сценария. Обнаружение взрывного устройства в школе. Необходимо было в считанные минуты провести эвакуацию детей. Использовали не только парадный выход из школы. Молодцы. Молодцы, мужики мои. Главный, ответственный за безопасность детей директор школы. Последнее должно быть из образовательного учреждения. Проверить, в силе эвакуированные учащиеся сотрудники. Поэтому, выбегая из кабинетов и проводя эвакуацию с детьми, каждый классный руководитель отмечает, что класс эвакуировал. Ежемесячно мы проводим эвакуационные тренировки. Сейчас отработался алгоритм действий при обнаружении взрывчатого устройства. Проводилась эвакуация учеников без каких-либо затруднений. Вывели всех деток на улицу. Эвакуация прошла четко, быстро и без паники. Дети вышли на безопасное расстояние. Была произведена перекличка по классам. Не бойтесь, мы всегда рядом с вами. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Корчава, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 7-9, днем 21-23 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Сегодня в Черкесске прошла торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации 60 гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Мы, граждане России», приуроченная ко Дню общественных объединений. Вручение паспорта – это большое волнующее событие в жизни школьников. Это начало взрослости и самостоятельности. Церемонию вручения разбавляли творческие номера. В адрес молодежи звучали напутственные слова и пожелания. Виновникам торжественного мероприятия также были вручены памятные подарки от общероссийского общественно-государственного движения «Молодежи Движения Первых». Сегодня Всемирный день травматолога-ортопеда. Эта профессия заслуживает уважения. Ведь зачастую от грамотных действий врача-травматолога-ортопеда зависит не только здоровье, но и жизнь человека. О докторе Шамиле Динаевиче ими известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Смотрите в репортаже Аллы Динаевой. Травматолог-ортопед Шамиле Динаев около 20 лет лечит людей. Десять из них он отработал в Санкт-Петербургской больнице имени Петра Великого, а после в ревматологическом центре. Оказывал плановую и неотложную хирургическую помощь при травматических повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы. Занимался хирургией крупных суставов. Выполнил несколько сотен малоинвазивных эндовидеохирургических операций. Всего за время работы в Петербурге выполнил более двух тысяч операций, в том числе эндопротизирование мелких и крупных суставов. Шамиле Ладинович является победителем-лауреатом городского конкурса научно-исследовательских проектов Санкт-Петербурга и Всероссийского научного конкурса в рамках Конгресса «Человек и его здоровье». А доктором он решил стать. С раннего детства я наблюдал за тем, что постоянно мама болеет. У нее постоянно болела спина. Было даже такое время, что она перестала ходить. Мы постоянно по больницам. И даже в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, специалиста, который смог бы ей помочь, было найти сложно. Мы долго искали и с трудом нашли, кто смог ее поставить на ноги. Был такой замечательный доктор Николай Терентьевич. Ну, наверное, все, что мы видим в детстве, накладывает на нас отпечаток. Пойдя в институт, я захотел стать вертебрологом. В 2005 году Шамиле Ладинович окончил медакадемию имени Мечникова в Петербурге. Действительно, закончив институт, мне повезло попасть в руки своим учителям. В первую очередь Геннадий Павлович Салдун, бывший главный травматолог Ленинградской области. Один из первых, кто начал оперировать позвоночники в нашей стране, пересаживая различные сегменты костей с одной на другую. То есть, ну, какую-то помощь с учетом тех технических возможностей, которые были на тот момент. Ну, это был высший пилотаж, и повторить его операции до сих пор мало кто может в стране. В становлении меня, как врача, участвовали другие мои учителя. Станислав Антонович Линник и Владимир Владимирович Хаймин. Шамиль Динаев вырос в Петербурге, но его малая родина – Карачаева-Черкесия. С тех пор, как перебрался сюда, в республику, по приглашению моей коллеги, она тоже из Петербурга. Мария Мудальфовна меня пригласила вести прием в Карачаевске. До этого тоже приглашала, когда в отпуск приезжал, вести прием. Но сейчас уже на постоянной основе здесь. Шамиль Динаев – автор 19 научных публикаций и трех патентов Российской Федерации на изобретение в области лечения заболеваний позвоночника и лучезапятного сустава. А также он разработал новые хирургические методы в лечении заболеваний и травм позвоночника. Сейчас он работает над докторской диссертацией. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. 2024 год объявлен президентом страны годом семьи. В Карачаево-Черкесии живут представители более 80 национальностей. Семья Чахировых греки проживают в Спарте. Родиной Ирины Чахировой до замужества был Крит. Но она уже успела оценить преимущество жизни в России. Подробности у Али Баташева. Дети – это продолжение рода человеческого. Продолжение семьи, продолжение фамилии. Это те, ради кого мы живем. Сыновья Георгий и Савелий любят играть вместе. А когда рядом появляется папа, игра оживает и жить становится веселее. Со стен смотрят семейные портреты по отцовской и материнской линии. Родина мамы – Кипр. А в Карачаево-Черкесии, в селе Спарта, жила ее бабушка и будущий муж Федор. Они жили на Кипре, приезжали на лето сюда бабушкам, дедушкам. Ну вот, вот так и познакомились. Хорошая девочка, воспитанная, из хорошей семьи, хозяйственная. Все, как бы, все, что должно быть в девушке, все есть. Ирина понравилась Федору сразу. Несколько лет он ждал каждый ее приезд. Сделал предложение и получил согласие. Уже через год после свадьбы родился Георгий. Ирина переехала к мужу в Спарту и оценила преимущества жизни в России. Материнский капитал на Кипре нет такого. У них пособия нет. А может и есть пособия, но там, наверное, не платят, как здесь платят. Там декретного отпуска нет. Там, то есть ты вот родила три месяца с ребенком и все, и потом выходишь на работу. А здесь три года можешь сидеть. По специальности Ирина учитель настранного языка, а Федор занимается строительством. Глава семьи уверен, что при желании материального благополучия можно достичь. А вот любовь не купишь. Ирина полностью разделяет его взгляды. Просто, чтобы жить счастливо, нужно жить просто. Нужно понимать друг друга. Нужно слышать друг друга, кто что хочет. Нужно много разговаривать. А самое главное, надо любить. Вот когда ты любишь человека, когда вы любите друг друга, мне кажется, не знаю, все можно решить. И жить счастливо. Заботиться о родных и дарить им любовь – это радость, которая помогает преодолевать все сложности семейной жизни. Супруги очень хотят еще одного ребенка и надеются, что их мечта осуществится. Али Баташев, Ольга Савенко, Олег Молхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Спортивные вести. В Дагестане состоялся футбольный матч второго дивизиона между Махачкалинским легионом и черкесским нартом. Игроки обеих команд выложились полностью. На 40-й минуте игры счет открыл наш бомбардир Азамат Курачинов. С преимуществом нартовцев футболисты ушли на перерыв. Во втором тайме махачкалинцы атаковали наши ворота и сравняли счет. Итог игры ничья. 1-1. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Свет в окне». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова